МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Золокаре под слоем земли обнаружены предметы, представляющие археологическую ценность. Кто такой Дамат Паша? Сегодня Международный день Матери Земли. Резня армян Султаном Абдулгамидом II в 1894 по 1909 годы в Западной Армении, Киликии в 1909 году резня армян влада турками в Киликии считалась началом уничтожения всей нации. В 24 апреля 1915 года массовые убийства были направлены на то, чтобы стереть с лица земли целую нацию, уничтожить ее интеллигенцию. Однако мы часто забываем, что массовые убийства армян продолжались до 1923 года и после этого также при кемалистском режиме. Через 4 года после трагической ночи 24 апреля 1915 года в Константинополе группа выживших интеллектуалов стремилась почтить память жертв. Затем Теодика, писатель и издатель, известный своими биографиями, который годами находился в изгнании, попросили подготовить публикацию для первого поминовения этого рокового дня в 1919 году на следующий день после заявления о прекращении огня. Памятник 24 апреля состоит из двух частей. Первая часть биографическая, интеллектуалы, которые были депортированы из столицы Константинополя, писатели, поэты, учителя, юристы, врачи военной политики в регионы и города. Вторая часть включает в себя два свидетельства выживших, которые относятся к двум основным центрам, куда интеллектуалы были депортированы, а затем казнены. Спустя столетия этот незаменимый памятник сохраняет свое символическое значение. С полной статьей, с именами этих 761 человека, вы можете ознакомиться на нашем сайте. Мужское поле в Западной Армении знаменито своими разнообразными обитателями. Более 450 видов птиц обитают здесь. Основная причина, по которой эти птицы предпочитают этот район, заключается в том, что он расположен на основных дорогах, их переплета и богат водными ресурсами, озерами и красивой природой. Среди них выделяется озеро Каз, дом для 2500 красных уток. Министры иностранных дел Армении, Азербайджан, Изограпна Цаканян, Эльмара Мамедьяров и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Игорь Попов, Россия, Стефан Висконть, Франция и Эндрю Шофер, США. С середины марта часто проводили дистанционные консультации, включая совместную видеоконференцию 21 апреля. Лично представитель действующего председателя ОБСЕ, Андрей Каспаршик, также участвовал в этих консультациях. В ходе консультации участники обсудили влияние глобального кризиса в области здравоохранения на регионы и последние события на местах. Они также рассмотрели следующие шаги в процессе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в соответствии с их совместным заявлением, опубликованным в Женеве 30 января 2020 года. Сопредседатели обратили внимание на призыв генерального секретаря ООН от 23 марта глобальным мерам по прекращению огня во время нынешнего кризиса в области здравоохранения и на заявление сопредседателей от 19 марта. В Армении за сутки зарегистрировано 72 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом новости Армения Ньюс.РМ сообщили в Национальном центре по контролю профилактики заболеваний Минздрава. В общей сложности на утро 22 апреля в стране зарегистрировано 1473 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечится 816 человек, выздоровели 633 человека, скончались 24 пациента. В селе Золокар Гигар-Кунигской области учитель историо Няков Сыпян при проведении земледельческих работ на собственном земельном участке обнаружил под землей каменный столб старого строения и остатки Тунира и Щита. Как сообщили Армен Пресс, саму Няков Сыпян он находил под землей предметы, представляющие археологическую ценность еще несколько лет назад, а очередные находки вновь свидетельствуют о том, что территория Золокара была заселена с древнейших времен, и что люди, проживающие здесь, вели оседлый образ жизни, оставив богатое культурное и интересное наследие. На моем земельном участке несколько лет назад были найдены различные археологические предметы, тунир, монеты, хранилища, каменные обработанные инструменты, керамика, подсвечник. Находки до сих пор хранятся у меня. В нескольких сотнях метров, к востоку от моего земельного участка, по соседству с карьером, несколько десятилетий назад были найдены древние гробницы, которые были вновь закрыты без соответствующего изучения, подчеркнул Няков Сыпян. Дамат Мехмед Адил Ферид Пашан, 1853 год, 6 октября, умер 1923 года. Более известен как Дамат Ферид Пашан, был османским государственным деятелем, дважды служившим великим визирем во время правления султана Мехмеда VI Вахеддина. С 4 марта по 2 октября 1919 года и с 5 апреля по 21 октября 1920 года. Он был одним из основателей партии свободы и консенсуса в 1911 году, выступая за либерализм и усиление региональной автономии и империи. 11 июня 1919 года Дамат Ферид Паша официально признался в массовых убийствах армян и был ключевой фигурой инициатором судебных процессов по военным преступлениям, совершенным сразу после Первой мировой войны в осуждении главных виновников геноцида против армян, греков и ассирийцев. Вместе с четырьмя известными людьми он согласился подписать северский договор, что привело к усилению ненависти к нему со стороны кемалистов. Он стал более враждебным к новому националистическому движению во главе с Мустафой Кемаль Пашой, которая сосредоточилась на Анкаре. Дамат Ферид Паша начал сотрудничать с союзными оккупационными силами. В 1922 году он бежал в Европу, 6 октября 1923 года умер в Ницце, Франции. Он был похоронен в Седоне, Ливане. В качестве одного из подписавших северский договор от имени Османской империи он распорядился уничтожить 90 тысяч складов боеприпасов, хранящихся на османских военных складах в Стамбуле в соответствии с британскими инструкциями. Полная статья доступна на нашем сайте. Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник Международный день Матери Земли, день нашего общего уютного дома. Праздник был учрежден на 63-й сессии Генассамблеи ООН в 2009 году и отмечается начиная с 2010 года 22 апреля. Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году. В 1990 году этот день стал международной акцией, причем каждый год этот день посвящен определенной теме. В 2016 году празднование Дня Земли совпало с церемонией подписания Парижского соглашения по климату, которое было принято всеми 196 странами Рамочной конвенции ООН об изменении климата 12 декабря 2015 года в Париже. В рамках этого соглашения страны договорились совместными усилиями ограничить рост глобальной средней температуры до показателя менее 2 градусов, а с учетом серьезных последствий стремиться к показателю 1,5 градуса. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Нубар». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!